Мы то Рустаму кабана зачекрыжили на Могарич, у него шашлыки, наверное, каждый день. А это сегодня суббота, вихедный, ну как вихедный, уже корм сделали, подробили, сейчас я тоже покажу. И рисовали мы трошки, сделать шашлочку. Сейчас растапливаем, хай прогорая, переодеваюсь и покажу вам все, все, все по порядку. Добрались мы до нашей кухни, летней кухни. Ну, я называю в нашей семье мясный цех. Значит, ось я замочил шашлык, ошиек и отбивнушку. Сейчас будем назинать на шампура. Вчера вечером замочил, ну так, без фанатизма, по-простенькому. Сейчас покажу все, и надо побесить, бо уже и до гора, как астрик. Пока мы туда-сюда, приехал Руслан, там ему надо паркетку забрать, рулетку и еще что-то. Тут поехал Руслан, давай дальше ж снимать. Приехали какие-то люди, новые по тушенку. Что они еще брали? Сало с часником, да? Дивіться. Вчера вечером Віка закончила готовить тушенку. Ось дивіться, скільки в нас тушенки готовить. Тушенка стоит 200 гривень в ведро. Сало с часником и зеленью 200 гривень в ведро. Смалиць білий, как снег, красивый, где трошки темнейший, это еще не застивший. 70 гривень в ведро. Было литом в жару по 50, сейчас уже по 70. Бо тоже посчитали ведро, те все сколько мороки и работали, оно выходит там. То есть 70 гривень это нормальная цена. Мы раньше по 100 хорошо брали, а это решили по 70 и менять не будем. По 70 берите, не пожалеете. Тушенку, тушенку, хотел вам показать тушенку, есть много кто пробовал, знает ее. Ось как выглядит наша тушенка. Ось она просто еще не застыла сильно. Ну вот так выглядит. Тушенка у нас идет одно, аж слюна потекла, одно мясо. Как мы делаем эту тушенку? Ну кто вам скажет, никто же вам не расскажет. Бо тут аж летчики сидят где-то, чтобы перехватить. У меня уже сколько моих идей поперехватывали, и он на другом канале. САО сейчас знаком по всем магазинам есть, то есть везде где только можно. Поэтому я меньше сейчас балакаю. Тушенка называется, тушенка по-Стасяновски. Все, вот так, вот так ее название. Такого подобного неде вы не найдете. Это я вам даю сто процентов. Ну и так, как бонусом покажу вам свадебную фотографию. Где мы еще дивились какие кровати и железные. Ну бедно то были. Короче, погнали. Одеваем шашлык. А, и так же пробежимся быстро, пока мы тут, ножи. Оце ножи, все ножи, это бразильские ножи. Made in brazil. Это все Бразилия. Самый идеальный нож для разборки любой говядины, свинины, курки, шмурки, козы, мозы. Ось оцей. 770 гривен. Снять сало и шкуру. Ось оцей. Просто для мяса. Ось оцей. Так же может заменить оцей, оцей крутой нож. Может оцей заменить, он трошки дешевше. Ну уже, ну как, на любителя. Это просто для кухни, для мяса. Так же вам обязательно надо будут мусаты. Хром, опиление. Алмазное опиление. 950, 550. Ножи все есть наявности. Все. Сокиры не успевают. Только сейчас у нас закончилась стройка. Я сейчас покажу, что мы порядки тоже понаводили. Сокиры, тут есть заказы, их просто делать никогда. И сейчас трошки стабилизируется все. Мы уже трошки освободились. И я займусь чисто изготовкой сокир. Вот видите, кто-то постоянно звонит. Это скидываем, скидываем, скидываем. Не можем выбрать время. И это мы сейчас свободны. Нема строителей. Мы как на свет народились. Ходим, не поймем, что. Тихо так. Погнали. Надо тоже по берегу все это. Шашлык я замачивал по Рустана методике. Как Рустан меня учил и показывал. Попробую. Так. Куски я делал такие хорошие. Вот так вот раз. Это, наверное, отбивная такая тугенькая. Два. Да еще и шампура надо понатачивать. Бо тупенькие эти широкие. Надо, наверное, на гриндере их точнуть. Три. Четыре. Ну, я не буду вік распределять, где шиек, где отбивная. Потом уже кусками поперебираем, как будет готово в тарелках. Все. Вот так. Вот это один шампур ходитый. Короче, я вдеваю и шпарим на мангал. Чтобы не задерживать. Бо надо по берегу. Бо там уже то грая. Чтобы оно не прогорело все. Бо будет, как всегда у меня. А также, друзья, забыл вам сказать. Вси, кто у нас берет ножи, фарш, смолец, готовый шашлык. У нас в статии готовый шашлык завакуумированный. Ну все, кто что у нас берет. Всякие там вироби наши. Оплата иде у нас наперед. Наперед на рахунок ФОП. ФИЗИЧНАЯ ОСОБА ПИДПРИНЕМЕЦ. Мы не маем права брать у вас розрахунок, чтобы вы на почте забрали. И почта нам зачислили на нашу карточку. Так не можно нам. Только на ФОП. Оплатили на ФОП. И все, мы вам отправили. Кто не верит, даже не двигайтесь, не дергайтесь. Воно вам не надо. И доказывать нам вам тоже не надо. Мы ведем наши канали в ТикТок и в Ютуб уже шости год. У нас люди знают, нас хватает своих клиентов. Поэтому мы сильно, как бы не хотим кому-то доказывать, что мы его не кинем, что мы не заберем его 700 грн, там 500 и так далее. То есть, чтобы все было, знаете, как по-людски. А вы, кто там, что вот, есть же новый, гляне, захочет фарш заказать. Кстати, фарш есть, но не много, но есть. Фарш по 165 грн. Чего фарш 165 грн? Потому что мясо, мякоть и лопатки, у нас все идет мякоть без костей, 165 грн. Так же фарш 165 грн, потому что просто перекручено мясо без всяких жиров и салов. Чего? Потому что мы все перетапливаем на смолец. А сало крутим на сало с чесноком. А когда убираем свиноматку, фарш у нас, бо свиноматка по 150 грн. Фарш був, его разобрали по 150. Будет по 150 кинец наступного тижня. То есть туда на вихідні наступного тижня будет. Так что кому надо, тоже подивились ролик. Позвонить на номер, сейчас висвититься. И заказывайте наперед. Бои звонят. И вот как люди сейчас приехали. Здрасте, здрасте. А что вы? Та нам сало. А что у вас есть? Подивите, что у вас есть. Ну как в супермаркете. У нас же тут не магазин. Мы убираем, уже воно все расписано. Вот свинку убираем, воно уже расписано. Все. Уже даже, кто и приедет, хочет взять, он не может взять. Все заранее. Мы же убираем, когда воно вся заказана. Без заказов мы ни разу не разрезали. Зарезали. Да, вот на вторник будем разрезать, тоже заказано уже. У нас нема такого. Зарезали и ждем, кто же прийде до нас. От тут по дороге сидим на дороге на стулочках. Ждем, кто будет приходить до нас помяться. Ні. Это в супермаркете там текучка, допустим, людей. Воно в витрину, а у нас же не супермаркет. Мы платим податки, платим пенсионные, платим все, что треба державе. И поэтому у нас все официально. Поэтому вот так. Тебе сидит свято. Яке? Шашлык. Нет. Но это же мы, да. Вика напоминает, что свято. Да. Мы же закончили работу. Рустаму. Что? Рустам шашлык жарит каждый день. Он Русик приезжает и говорит, вы мясо каждый день жарите. Та да. Ну а мы же это только решили сами отпраздновать работу. Сейчас мы пожарим шашлык, поедем. Я смонтирую видео и поедем кататься на велосипедах. И все. Так что вот так. Будем на велосипедах кататься. Потом приедем. Пойдем управляться. У нас там три свинки загуляли из моих ремонтных. Это уже будет пять. Ну до понедельника хай гулять в понедельник по краю. Вот так потихоньку и идем. Вик не впади. Тут еще вон лиса надо убрать. Сейчас покажу, что я убирал. Я почти все убрал, но оставалось так небагато. Сейчас покажу тоже. Ой, как раз отлично. Вот так. Это сюда. Строители не забрали свои веревки. Это наши. Ага, наши. И все. Ось кладем на мангал. Ну, какие классные вообще эти. Шампура эти широкие. Просто бомба. Дивай. Ну, прям вообще. Супер. А вот, допустим, цибулю, что остается из замочки. Я китаю тут по краям, чтобы оно запашок был. Ух. Хай соседи нюхает. Дядь Витя. А, дядь Витя, наверное, тоже частенько жарит. И все. Цибулю вот сюда. Я на огне. Ой, запах, да? Все. А эту водичку на травку. Знаешь, как мне надо? Мне надо соль посыпать, чтобы оно не горело. Я, чтобы огня не было, вот ты, юмай, стреляю. По вашей рецептуре посыпаю солью самыми углами. О, вот так. И не будет. Я уже раз так пробовал. И спасибо вам, друзья мои, что вы все мне подсказываете. И у меня все получается. Багато пишут, как я жарю шашлык, что я не умею жарить, что я не так жарю. Ну, мне вам хочется сказать, друзья мои, не вам же его есть. Понимаете, есть шашлык буду я. И моя семья. Не вам его есть. Такий и не такий мы его поедем. И поверьте, мне это будет вообще бомбезный шашлык. Так, давайте потихоньку, пока оно томится. Огня открыто немае. Пробежимся, покажу, что у нас. Навели мы порядки. Тут, а пообирали мы все поддоны. Всю оцю плитку, что была. Все пообирали, все сложили. Коля сложил. Он туда на полет. Вышло и по моим подсчетам 13 квадратных метров в плитке. Еще что я заметил. В тот день, как уже Рустам поехал с тушью до дома разбирать. Колька еще был тут. Я говорю, Колька, а провид оцей. А Вика каже, Колька, а провид оцей. А он был смотанный от там. От двигателя. Он должен был идти под плиткой. И туда в баню до счетчика. Ой, забули. Ну короче, придется один рядок вот так. Край снимать. Плитки. От там пустить его. И опять положить плитку. Это ничего тяжкого нема. Плитка лежит просто на гранатцевой. Протрамбована. Я думаю, так и сделаем. Просто там прийде. Будем там еще листок оцинковки. Менять. И короче вот так. Также я сюда загнал прицеп. У меня все, ему немае места куда поставить. Ось прицепик стоит тут. Плитку зложили тут. Порядок тут навели. А тут, где кирпич открытый, тут я еще буду с Сокольком оцим что-то делать. Потом. Тут все тоже пообирали порядок. Вика трошки уже свои цветы порозлаживала тут. Давайте их тоже вам покажу. Цеванатуи цей год посадила. Ну временно будем пересаживать. И розы тут жили, бо не такая жара. И ось стойки тоже поподнимались. А были маленькие. Ось стойки. Вон. Були маленькие. А это ж взгляд это поподросало. Потом их попересаживаем. Оце викин такий уголочок тут. И хоть. И там много. И в комнате много. Ну хоть есть место где. Как все подумают почитать ваши комментарии. Вот тут я приходил. Включаю телефон. Вайфай сюда. Весь дома. И читаю комментарии. Ставлю лайки. Кажу спасибо. Дякую. И так дальше. Короче. Вот тут все. Все. Все закончено. Сейчас вам еще переверну шашлык. Покажу. На ответ на вопрос. Заколю. И на вопрос. Как же ходить в калитку. Диви. И не горит. Диви. Ну да. Крутить надо. О. Диви. Отлично. Нет. Это ж он не этот. Это нормально ж он жарится. Так как и надо. Ты имеешь в виду что черненькое? Надо крутить. О. Вот так. Нет. Нормально. Хорошо. Насчет Коли. В той день. Как Рустам поехал. Взял тушу с Рустамом. И поехал додому. И подвешал. Чтоб она до вечера. Трошки. Остила. И потом ее разбирали. Коля поехал до Рустама додому. Бо писал. Как дaste Коли мясо. Знімите видео. Ну кто будет снимать. Как Рустам даёт Коли мясо. Я ж не поеду до Рустама додому. Коля поехал до него додому. Вечером они договаривались. И он ему дав и сало и мясо. Ну так. Богатенько. Потом Коля после них заехал до меня. Забрал печеньку. Серце. Ну короче внутренние все. Ему сразу тут осталось. И поехал додому. Он говорит. Он говорит. Коли приезжать. Ну скажу. З понеделка там будем. З понеделка. Робить. Ну дальше тут таки помелочи. Но надо робить. Короче так. Следующий вопрос. Как ворота открываются на автоматике. Калитки ж нема. Невдобно ж ходить. Ну как без калитки. Как вы ходите. Это что. Время ворота надо нам все открывать. Сейчас тут. А чтоб не прогавить. Наверное так набег. Раз. Два. Не. Оце сюда. А так. Три. Так. Четыре. Вот так. Не. Оно нормально. Оно отлично получается. Оце. Оце. Отак сюда. Оце. Можем поменять. Ага. Шампура хороші таки. Отак. Як же ж без калитки. Де калитка. Де хвіртка. А хвіртки то нема. Ще осталось мені друзяки. Коробочки докупить. І оце ж кусочок проводів сховать у коробочки. Як о там ми поховали. Так само. Тут. Ну просто. Время надо. Я може завтра вже це зроблю. Ось дивіться. Тут є режим на пульту. Ну не на пульту. А в мозгах самому двигателю. Режим називається пішеход. Ось я нажав. Воно відкриває ровно метр. І останавливається. Все. Пішеход пішов. Пішеход прийшов. Ходиш туди-сюди. Нажав. Пішеход закрився. Все. Якщо двигатель підключений. Я вручну не відкрив. Ні я не знаружи. Внутрі. Тільки з пульта. Якщо відключають світ. Ось є ключі. Тут я відключаю на двигателю. Ось цей секретик. Ось цей. Відключаю, витягую. Все. Двигатель взагалі не задійсований. Фіртка. Ну, ворота. Обычно руками. І все. А, красиво так дивиться. Вообще бомба, да? Хорошо, да? Ну, то сам иногда так забуваюсь. Етап пройшли, ну, не маленький. Оце все. Ну, хто робив? Отлично. О. Етап пройшли такий хороший. Потому, що. Я це ще хочу вам розказу, і воно в мене трошки підгорає. Ну, а так, в принципі, непогано. Це, виходить, так скільки? П'ять чи шесть, чи сім місяців оце все длилося. Ну, результат хороший. Я дуже довольний результатом. Всім довольним. Ще там нюанси кое-які подороблюємо. Семь. Семь місяців. Семь місяців. Ну, семь місяців. Ну, сім місяців. Потім отута. Ну, все це постепенно зробимо. Ту і попересаджуємо. Вон там теж одна щось таке подозрительна. То через місяць вже будем пересаджувати. Оці ось п'ять. Хороші-хороші. Резко. Поливаємо кожен день. Резко гиб і все. Оці п'ять пересаджуємо. Оці на дворі сім штук. І цю, наверное, одну. Ми вже договорилися. Все будем пересаджувати. Це вже таке, який готовий. Ось так. Нормально. Отлично. Я добре його замаринував. Отлично буде. Просто отлично. Все добре. Ось так, друзяки. Зараз пожаримо. Поїмо. Так, як то кажуть. Полягаємо. Ну, мої брати. Не полягаємо. Я буду монтувати. Щоб сьогодні вийшло. Сьогодні в нас субота. Щоб сьогодні вийшло. Кому треба. Замовляйте. Ножі, тушанки, сали з часником. Все є. Відправим. Сьогодні, наверное, ж уже не успіємо. Бо ви вечером дивитиметеся. Завтра или після завтра. Отправка в нас в той же день. Як ви замовляєте. Якщо є наявності, одразу відправляємо. Ну, і по оплаті наперед теж не переживайте. Там хотів ще по ангару. Нові ідеї мої не з'явились. Нові мисли. Ну, то хай вже потім в следуючі відео. І так же покажу вам потім. Поросяток я ж забрав. Все ніяк не покажу. Нову партію. Нову партію. Бачите, друзяки, з утра поранше почали зробити на новому місці. Все добре підійшло, все нормально робить. Віста працюють, все працює. Але тепер мені не хватає, за те, що крупоружка в дальньому вугу. Не хватає тепер шланги, щоб синицю забирати. Буду робити диктовушку, переносить. І, може, трошки прозлю таму шлангу на прийом зерна. Пойдемте, я так мимикою покажу, бо там не чути. Дякую за першипINE. Продолжение следует...